Скоро осень. За окнами конец августа и все пропитано ностальгией по уходящему лету и приятными хлопотами по подготовке к школе. 2 сентября пройдут первые линейки и прозвучат первые учебные звонки. День знаний отпразднует вся страна. А вот чтобы торжественные мероприятия не омранчились аварийными ситуациями, специалисты Госэнергогазнадзора призывают серьезно отнестись к проведению праздника. Необходимо заранее определить место расположения аппаратуры, которая будет использоваться при проведении линейки. Монтаж сетей временного электроснабжения оборудования следует выполнять силами квалифицированного электротехнического персонала. Все применяемые материалы и изделия должны быть только заводского изготовления. Переносные передвижные электроустановки для обеспечения безопасности подключаются к электрической сети через устройство защитного отключения или через дифференциальные автоматические выключатели. Не забывайте, что шнуры аппаратуры и удлинители не должны лежать на земле под ногами детей. Необходимо предусмотреть их защиту от механических повреждений. Каждая мама, каждая хозяйка старается накормить своих детей перед школой вкусным завтраком, забывая порой о собственной безопасности и безопасности своих близких. Нельзя пользоваться бытовыми приборами, штепсельными вилками, розетками с поврежденными корпусом и крышкой, удлинителями с неисправной изоляцией, а также необходимо отключать от электрической сети чайники, утюги, когда наполняете их водой. При использовании переносных электроприборов не закладывайте шнуры за газовые, отопительные, водопроводные трубы. Не используйте электроприборы на напряжении 220 Вольт на открытом воздухе, сырых помещениях, подвалах, погребах, хозяйственных постройках. В таких условиях с повышенной опасностью поражения электрическим током нужно использовать электроприборы на напряжение не выше 25 Вольт. Избегайте одновременного прикосновения к электропроводам, электроприборам с одной стороны и заземленным металлическим коммуникациям, радиаторам, отопления, водопроводным и газовым трубам с другого. Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы. В целях исключения случаев электротравматизма специалисты Госэнергогазнадзора напоминают и детям, и родителям о необходимости соблюдения правил электробезопасности вблизи энергообъектов и воздушных линий электропередач. Это связано с тем, что последние годы участились несчастные случаи с несовершеннолетними. Помните, что не следует приближаться к оборванным, лежащим на земле проводам линии электропередач на расстоянии менее 8 метров и ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Запрещается влезать на опоры линии электропередачи, на крыши зданий, над которыми проходят электрические провода линий и ответвление от них к зданиям. Следует помнить, что вблизи линии электропередачи запрещено осуществлять рыбную ловлю, а также запускать бумажных змеев. Не следует заходить за ограждение трансформаторных подстанций в помещение, обозначенное знаком «Осторожно! Электрическое напряжение». Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.